Вокруг автостанции Белгород-Днестровского страсти продолжают накаляться. Еще совсем недавно на парковочную площадку не пускали автоперевозчика, который работает на маршруте на Сергеевку. Как назрел очередной конфликт. Общественники города вновь обратились к нам в редакцию. Новая проблема, но уже с коммунальным предприятием «Автотранссервис». По словам Александра Ярового, АТП-15107 еще в июле прошлого года потеряла возможность осуществлять перевозку пассажиров по маршруту номер 3 Белгород-Днестровский по паздрам. Но несмотря на все, их транспорт продолжает следовать в этом направлении. Господин Бочковарь не хочет делать то, что ему предписывают. Ему было вручено предписание о том, что он третий маршрут Белгород-Днестровский по паздрам не обслуживает в связи с тем, что у него закончился срок контракта. Это первое. И второе – за неудовлетворительное обслуживание этого маршрута. Теперь по временному договору перевозку на этом маршруте должны осуществлять автобусы коммунального предприятия «Автотранссервис». Однако пока у них такой возможности нет. Общественники города и района пытаются добиться справедливости. Мы хотим, чтобы все-таки законные права другого перевозчика восторжествовали, чтобы на этой парковочной площадке парковался именно этот перевозчик и ему дали возможность работать дальше. Тем более это коммунальное предприятие города. Это предприятие, которое в городской бюджет ложит средства. И люди, и социальная сфера, они с этих денег получают, вы сами понимаете, и дотации, и все остальное. Для того, чтобы проверить качество автоперевозок на пригородных направлениях, в районной государственной администрации создали специальную комиссию под председательством Галины Золотарь. Согласно поручению первого заступника головы райгосадминистрации, мы проводим проверку автотранспортных предприятий на выполнение договорных умов. Поэтому мы сегодня вышли для того, чтобы проверить, как они выполняют свои договорные обязательства. Галина Золотарь также подтвердила слова о том, что у АТП-15107 нет договора на перевозку пассажиров на попаздру. По словам Галины Владимировны, до следующего конкурса они должны были бы продолжать работать. Однако в связи с поступившими жалобами, временное право на маршрут передали коммунальную предприятию автотранссервис. В связи с многочисленными жалобами от населения, именно с попаздры, с косовки, было рассмотрение этого вопроса. И мы передали время другому перевозчику, для того, чтобы он выполнял качественно, давал услуги по перевозке пассажиров в этом направлении. Как видим, пока автоперевозчики Белгороднестровского не могут договориться между собой. Тем временем людям надо ездить. О том, как будут развиваться события в дальнейшем, мы расскажем в следующих выпусках.